Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Из Творения Святителя Иоанна Златоуста Спаситель взошел, вознесся, победив всякую власть и силу. И все ангельские воинства встретили, и как владыки поклонились. Весь хрибинский чин и серафимское служение поклонились ему и Отцу. Его родившему. И он был принят отцом и сел одесную, никогда не оставлявший отеческого лона. Если сошел он на землю по человеколюбию, то, однако, никогда не оставлял престола. Если сделался совершенным человеком для устроения спасения, то, однако, никогда не изменял своему природному божеству. Не по преуспению человеческому сделался Богом Христос. Да не будет. Но, будучи Богом, сделался человеком, чтобы человека спасти. Поэтому не человека обожженного мы проповедуем, но Бога воплотившегося исповедуем. Как божественный Павел сказал. Поэтому всякое начало и власть подчинились ему, как существующему раньше всякого создания. А лучшее исповедуем Творца Твари Госпостущего и Царствующего с непорочным своим Отцом и животворящим Духом во веки. Он имеет судить Вселенную и всю Поднебесную и воздать каждому по его делам. Итак, кто расскажет о милости человеколюбия или о величии его власти? Кто выразит мудрость его благости или величие его силы? Кто изложит сострадание его благоутробия или исследует достоинство его превосходства? Как он, не оставив горнего, сошел для нас на землю? Как незаметно для начала властей вселился в утробы непорочной девы? Незаметно для хоров ангельских и архангельских облегся в образ раба, чтобы спасти от погибели и смерти человека, созданного по его образом. И умер плотью, чтобы сделать нас с общниками его бессмертной природы. И чем мы воздадим ему за все, что он нам даровал? Какими благодарениями или молениями? Если бы все наши члены получили голос, и наши голосы стали бы говорить, и всякое чувство наше исполнилось бы песнопением, мы и тогда не могли бы достойно прославить бывшую к нам милость и ее величие. Но насколько можем, прославим Единого Святейшего, исполняя предречение, помянул Бога и возвеселился. В этом обозрении я изложил великие и изумительные чудеса Спасителя, чтобы ежедневным воспоминаниям их радоваться, лишь бы вспоминать нам достойно, как следует. Впрочем, прикровенно ли или открыто, но пусть Бог возвещается. Поэтому будем говорить с пророком. Помянул Бога и возвеселился. Бог сил, явивший человеколюбие и многую благость, воспринявший благодатно нашу немощь и молитвы, и приведший к лучшему благому промышлению. Сам Он досохранит нашу душу незапятнанную, тело нескверненным, дух незагрязненным, дособлюдет жизнь безболезненную, веру неприкосновенную, братолюбие безобидным, детство неукоризненным, дружбу безмолвную, любовь непритворную, добродетель тихою, справедливость беспрепятственную, веру плодоносную. Да откроет Он нам врата рая и угасит огненный меч, откроет дверь Царствия Своего и приготовит чистое наслаждение, поставит одесную и десницую, да увенчает по человеколюбию Своей благости, так как Ему подобает слава Отцу и Сыну и Святому Духу ныне и пресна, и вовеки в Бог. Аминь.